Здравствуйте! Правительство может установить максимальные цены на сахар, капусту и яйца. Минэкономразвитие ведет такую норму в тех регионах, где они за месяц подорожали более чем на 30%, сообщает известие. По оценкам экспертов, подходящий лимит стоимости сахара 55-60 рублей за один килограмм в среднем по стране. На капусту 33-36 рублей за один килограмм, на яйца 62-68 рублей за десяток. При этом срок такого ограничения не может длиться более 90 дней и не чаще одного раза в год. Кстати, в декабре уже рассматривался вопрос о введении максимальной цены на гречку. Тогда ограничения не были введены из-за угрозы дефицита данного продукта. Напомню, по данным Росстата, в период с 8 декабря прошлого года по 12 января 2015 года цены на килограмм сахара в среднем по России повысились на 29,5%. На капусту белокочанную за тот же период в целом по стране выросли цены на 52,8%. Рост цен за десяток яиц за декабрь-январь составил почти 12% по России. Ипотечные заемщики могут получить кредитные каникулы, пишет РБК. Предоставить их смогут банки, если получат от государства страховку на покрытие убытков. Такая идея содержится в программе помощи заемщикам, которую подготовило дочернее предприятие АйЖК. К программе может подключиться любой банк, который согласится пересмотреть кредит проблемному заемщику на определенных условиях. На каких – пока не ясно. Как вариант – ипотечные каникулы, то есть отсрочка внесения платежей по кредиту на срок до одного года. В течение каникул заемщик должен будет вносить только минимальный платеж, который составит несколько тысяч рублей. В проекте говорится, что государство обязуется вернуть банку разницу между суммой за должностью и стоимостью залога. В рамках антикризисного плана правительство может выделить деньги Уралкалию и Мотовилихинским заводам. Минэкономразвитие опубликовало список системообразующих предприятий страны. Всего в нем 199 организаций. Государство готово оказать им поддержку в рамках антикризисного плана. В списке предприятия, прибыль которых формирует более 70% совокупного национального дохода, а численность занятых составляет более 20% от общего количества занятых в экономике. Среди прикамских компаний в список включены Мотовилихинские заводы и Уралкалий. Между тем, кризис бьет по доходам бизнеса и заставляет руководителей сокращать персонал. С февраля по апрель 2015 года предприятия приками уволят 3,2 тысячи работников. Такие данные изданию коммерсант сообщили в Краевом агентстве по занятости населения. В частности, в феврале предприятия края планируют сократить 805 человек, в марте – 1408 человек, в апреле – 1030 человек. Между тем, динамика в освобождении персонала находится в пределах ежемесячных колебаний за последние три года. Например, в феврале 2014 года в прикамье работы лишились 1155 человек, в марте 2014 года – 924 человека, в апреле 2014 года – 1113 человек. Официальный курс доллара, по данным Центробанка, на 10 февраля потерял 26 копеек и составил 65 рублей 78 копеек. Курс евро на вторник упал более чем на рубль и составил 74 рубля 58 копеек. На этом у меня все. Удачи в делах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова